Набираем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова, ребят! С вами Локи, мы продолжаем карьеру за Ювентус. Второй сезон прошлой серии мы досадно проиграли Милану, у которых было мало моментов, но реализованный штрафной в концовке серии и в концовке матча, собственно говоря, принес им победу. Сегодня у нас матчи в чемпионате, матчи в Лиге чемпионов. Там будут матчи за сборную, но они будут товарищеские, поэтому, я думаю, мы несколько матчей просимулируем. Просимулируем, может быть, матч еще и с Киево в чемпионате за Юве. В общем, попробуем немножко ускорить наш сезон. Вы, ребята, усаживайтесь поудобнее, обязательно влепите лайк этому ролику. Давайте как можно скорее наберем 1000 лайков и я сразу сажусь записывать новый выпуск. Ну и, ребята, поехали! У нас домашняя встреча против Фенербахча. Кто у нас там? Фенербахча, да. Вот такие вот составы. Только сейчас поменяем, я думаю, соперникам форму на что-то более яркое. Ну, пускай вот в желтенькой выйдут. Ну и, в общем, погнали! Второй сезон у нас такой, знаете, больше на релаксе. Мы и в Лиге чемпионов особо не блещем. В чемпионате идем где-то в середине турнирной таблицы. В общем, нужно исправлять положение и постараться в этом сезоне тоже показать себя. Ну и плюс в этом сезоне, ребята, постараемся и за сборную Франции поучаствовать в каких-то интересных матчах. Ну а также совсем скоро, я думаю, в Песке появится новая карьера за еще один, на мой взгляд, интересный клуб. И за чемпионат, в котором мало кто вообще снимает карьеры. Так что ждите, ребята, все будет. Нужно как-то разнообразить вообще карьерки на канале, потому что некоторые люди мне заходят. И снимать их часто смысла я особого не вижу. Это скорее так, знаете, для фанатов, для всех тех, кто больше смотрит моих видосов. Без разницы каких. Ну вот сейчас неплохая передача на Дугласа Косту. На рывочке уходит Коста. Получил по ногам. И в итоге аут еще и от него. И аут. Аут вблизи штрафной. Двенадцатая минута. Нужно попробовать сейчас что-то из него извлечь. Эмраджан. Манджукич поднимает руку, получает передачу, но бьет не очень сильно. И снова гости здорово по флангу. Атакуют. Опасная подача. Честный, ты что творишь-то? Как так можно было отбить мяч? И продавливают нашу оборону. Не понимает. Наш тренер. Как так произошло? Но что сделал в этом эпизоде? Честный как-то прыгнул вперед на мяч ногами. Вот кто-то говорит, что в FIFA галкиперы иногда очень странно отбивают. Но я скажу, что и в Песке это присутствует, ребята. И вот этот вот жест честный был очень странным. Дешильо простреливает. Ну же! И Роналду попадает в галкипера. Вот это момент. Здесь галкипер, так как наш, не сыграл. Криштиан Роналду. Здорово. Александра. Пас на Роналду. Как он прошел и снова спасает оборона. Ну серьезно. Роналду еще момент. И мимо. Три момента было у Криштиан Роналду в этом первом тайме. Но как же здорово действует оборона. Венербахчане приехали за очками. Дуглас Коста. Марио Манджукич. Удар по воротам. Манджукич расчехлил пушку. Тридцать девятая минута. С четвертой попытки наконец-таки мы поражаем ворота. И посмотрите, как классно разыграли. Манджукич открылся под передачу Косты. И сжахнул по воротам. И снова Манджукич. Манджукич подлавливает соперника на ошибки. Роналду. Эмраджан. И вот так вот мы выстреливаем за три минуты два раза. Привозят. Привозят моменты себе гости. А Эмраджан играет в гольф. И показывает, что он сегодня точен. Классно. Классно. Получилось и Роналду без паники отдал передачу. Да, немножко там отрикошетил мяч обратно к Эмраджану. Но посмотрим еще раз. Манджукич поборолся. Пас на Роналду. Вот здесь через ногу. Защитник Афенербахче проходит передача на Эмраджана. И тот забивает второй мяч. Жаркая концовка первого тайма. Перевернули мы, можно сказать, ход. И снова, посмотрите, Манджукич ловит соперника. Роналду поднимает руку. Получает передачу. Бьет поворотом. Но снова здорово действует галкипер гостей. Мы показали характер под занавес первого тайма. Могли забить еще, наверное, мяча три. Но очень здорово действовал и галкипер, и оборона гостей. Дальний выстрел Роналду. И спасает вратарь. Хороший сейв. Хороший удар. Дуглас Коста. Подача. Эмраджан над перекладиной бьет. Ну же. Манджукич. Нет. После паса Пьянича Манджукич снова до мяча не добирается. Хорошая стенка. Ну же. Дуглас Коста. Забивает третий. И посмотрите, какая классная стеночка получилась. У Дугласа Коста и Марио Манджукича. Красиво разыграно. 3-1. Ну и заменой в обеих командах у нас покидает поле Эмраджан. Выходит Бентанкур. Последние минуты. Гости идут в атаку. Александра. Молодцом. Не пускает соперника. И на этом матч закончен. 3-1. Победа в домашнем матче группового этапа Лиги Чемпионов. Три очка есть. Посмотрим, как дела у нас складываются в турнирной депрессии. Боруссия свой матч выиграла. Барселона крупно обыграла Бенфику. Победа Ливерпуля. ПСЖ Тоттенхэма. Байер Ливеркузен сыграл Шахтером 1-1. Аякс выиграл. Ну и, собственно, здесь у нас также победа Зенита над РБ Лейпцигом. Интер выиграл. Манчестер Сити. Бавария. Реал Мадрид. Порту Монако ничья. Атлетика Мадрид выиграл. И вот так вот выглядит турнирная таблица. У нас 7 очков после, получается, 4-х игр. У Боруссии 12. У них 4 матча, 4 победы. Ну и Фенербахче и Копенгаген пока что занимают 3-4 место. У нас выездной матч в гости к Лацо. Это очередной тур чемпионата Италии. И очередная борьба за 3 очка. Ну что, поехали. Сегодня на стрие Криштиану Роналду. Дибала слева. Дуглас Коста справа. Вернулся. Отдохнул Поль Погба. Ну и поглядим, на что способны футболисты Лацо. Также Деликт сегодня в обороне. Дуглас Коста. Передача на поле Погба. Снова Коста. Простреливает Роналду. 1-0. Криштиану Роналду. 19-я минута. Забивает он мяч. Классно. Классно получилось. Отметил бы я комбинацию здесь. Поле Погба и Дугласа Коста. Ну и пас прострельный на Роналду. Здесь уже осталось только ножку подставить. Роналду играет снова направо на Дугласа Косту. Коста ответная передача на Криштиану. Но тот не добрался до мяча. Тем не менее соперник отбивается. Поль Погба. Дебала удар с правой. Но это не его рабочая конечно. Ну и решил я Дебалу тут же с Дугласом Костой местами поменять. Немного я думаю это смутит соперника. Да и плюс ребятам будет поудобнее бить. Все-таки Дуглас сможет убирать мяч в центр и пробивать с правой. Дебала с левой. На фланг Дебала можно сыграть. Дебала получает передачу. Дебала бьет с левой. Ну а вот здесь не пенальти ли это? Дебалу придержали уже после удара. Моментов в первом тайме было не очень много. Но мы один гол забили после хорошей комбинации. Поля Погба, Дугласа Косты и Криштиану Роналду. И наша команда собственно говоря и вышла вперед. Удар по воротам смутил делик соперника. Опасно конечно летел в подкате. Опасно. И мяч проходит рядом со штангой. Пауло Дебала ждет забегания партнеров. Аарон Рэмзи. Ну же. 2-0. Классно. Очень классно забежал Рэмзи. И получив шикарную передачу от Пауло Дебалы. Увеличивает наше превосходство. Дебала выждал этот момент. И сделал изумительный пас из свободной зоны. Посмотрите как он закинул черпачком. И Рэмзи смог переиграть галкипер Лаццо. 2-0. По владению мячом в принципе равенство. 67-я минута. Пошла подача с Честной. Играет кулаком. Хорошо. И можно разогнать атаку. Роналду. Передача на Дугласа Косту. Коста. Но немножко не в ту сторону побежал Коста. Здесь его уже успел накрыть соперник. Кин с мячом. Дебала. И третий залетает. Ну вот смотрите-ка. Кин вышел. И отдал голевую передачу на Пауло Дебалу. Ну и вот они как раз вдвоем разыгрывают эту партейку в гольф. И 3-0. Снова наша команда забивает 3. Ну вот сегодня как-то пошла игра. И посмотрим. Здесь снова все аккуратненько. Посмотрите. Кин развернулся. Увидел Дебалу. И тот аккуратно слева посылает мяч в уголок. Последняя замена у хозяев. Но она уже я думаю просто замена ради замены. Тянуть время здесь уже понятное дело смысла нет. Но тем не менее арбитр добавил 4 минуты. И все ребята. Это победа. Это 3 очка. И посмотрим. Как наши дела складываются в турнирной таблице. Милан выиграл. Наполе. Парма. И Аталант. Также выиграли. Ничья у Ромы. Кьева выигрывает. Торино играет в ничью. Выигрывает Интер. И Дженуа. Ну и мы ребята поднимаемся уже на третью строчку. Сравниваемся с Ромой и Аталантой по 18 очков. Ну и следующий матч у нас будет если я не ошибаюсь с Кьева. По-моему его мы с вами ребята просимулируем. Они на последнем месте. Надеюсь что наша команда на симуляции сможет выиграть. Сейчас у нас два матча за сборную. Это товарищеские игры. Их я пропущу. Потому что соперники на мой взгляд не очень интересные. Наша команда выигрывает у Алжира. И сейчас против сборной Швеции. По-моему у нас еще игра. Мы ее тоже с вами просимулируем. Просимулируем следующую игру в чемпионате. И отправимся на дерби против Торино. Да, у Швеции тоже выигрывают 1-0. Нормально. Наша команда выиграла 3-0. В ничью сыграли Наполи. Лацо. Смотрим. Аталанта выиграла. Как сыграла Рома. Тоже выигрывает. Интер побеждает. Ну и в таблице в принципе все остается без изменений. Единственное мы выходим на вторую строчку по разнице забитых и пропущенных. Проиграть клубу Торино не вариант. Больше движения контролируйте игру и не теряйте концентрации. Еще никогда исход дерби не зависел исключительно от техники и тактики. В таких играх для победы в первую очередь важна сила духа. А теперь идите на поле и покажите им, чей дух сильнее. Это ребята дерби. Мы приехали в гости к Торино и будем биться за 3 очка. В Италии дерби всегда очень жаркие. Ну и может быть да, Торино это не та команда, которая сопоставима с Юви. Но все равно эти парни могут дать бой. И они сразу же понеслись в атаку. У Зинченко хороший отбор. Нужно побыстрее расставаться с мячом. Классный пас от Бернардески на Роналду. Роналду уже залетает в штрафную. Роналду. Удар Роналду на слева и он не попадает в створ. Удар по воротам. Выбивай. Хорошо. И штрафной удар. Это ребята неплохо. Роналду подходит к мячу. И попадает он немножко в голову сопернику. 19-я минута. Подача поля Погба. Удар. Федерико Бернардески с ленточки. Вынесли соперники мяч. Удар Блесса Матью Ди. И удар от ворот. Здесь Ругани. Молодец. Справился. Он прямо на ленточке догнал мяч. Удар ножницами. Здесь Перин спокойно мяч забирает. Роналду у мяча. Первая попытка не вышла. Но со второй Роналду посылает мяч. Точнехонько. В угол сетки ворот. На сороковой минуте. В дерби мы выходим вперед. Чуть-чуть слабым получился вот здесь удар. Но на отскоке Роналду доработал до конца. И все-таки смог поразить ворота. Торино. 0-1. Очередной гол Роналду. Удар по воротам. Все спокойно. Перин забирает мяч намертво. И это, ребята, перерыв. 55-я минута. Торино идет в атаку. Очень неплохо они держат мяч. Удар по воротам. Белотти пробивал. Опасно. И мяч прошел, мне кажется, не так далеко от крестовины. Вот с этого повтора должно быть хорошо видно. Ну нет. С этого повтора видно, что далековато все-таки было. 62-я минута. И хозяева все больше владеют мячом. Поль Погба. Не получилось. Здесь и у Блеса Матьюди отняли мяч. А вот хороший отбор у Данила. Роналду смог выцарапать мяч на Дибалу. Но того не пустили вперед. Опасно. Лаксальт. Передача. Удар по воротам. Перин в игре. И вот так на вынос. И получилось еще и точно сыграть. Это здорово. И нарушение правил. На ленточке штрафной. И желтая карточка в руках арбитра. Но здесь Ругани должен был что-то делать. Не сбивал он же Белотти. Потому что тот мог пройти вперед и хлестко ударить. Посмотрим, что будет сейчас на этом штрафном. Удар по воротам. Перин. Красавчик. Ругани. Один момент заблокировал. А вот это опасно. Не будет ли здесь желтый? Но арбитр сразу дал продолжить игру. Между двух Бернардески ворвался. Пробил с правой. Две минуты добавил арбитр. И все, ребята. Это победа с минимальным счетом в дерби. Это важные три очка. Я надеюсь, эта серия вам понравилась. Обязательно поддержите ее лайком. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...